Харе Кришна, дорогие Вайшнавы, пожалуйста, примите мои поклоны. Мы начинаем нашу трансляцию. И я хотел продолжить тему уважения к Вайшнавам, уважения к Духовному Учителю, потому что в зависимости от того, как мы относимся к Вайшнавам и Духовному Учителю, настолько мы можем получить благо от общения с ними. И, конечно, любое соприкосновение с Вайшнавами благотворно, но когда мы еще это делаем правильно, когда у нас есть уважение, то тогда эффективность увеличивается. И я взял для сегодняшней нашей встречи стих из Шимадбхагаватам, седьмая песня, пятая глава, тридцать второй стих. Перевод его божественной милости Бхагдивиданта Сламишила Праупаны. «Пока закоренелый материалист не осыпет себя пылью с лотосных стоп Вайшнава, всецело свободного от скверной мирского бытия, он не разовьет привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за его необычайные деяния. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, обретя сознание Кришны, укрылся под стене лотосных стоп Верховной Личности Бога». Этот стих произносит Прохлада Махараджа. Это ответ на вопрос отца. Отец был не себя от ярости, Хирани Кашипу был просто в гневе, увидев, что его сын Прохлада Махараджа стал преданным Кришной. Сначала он обвинил в этом учителей Прохлада Махараджа, потому что откуда? Он никуда не выходит. Он все время либо во дворце, либо в школе. «И откуда он набрался всех этих вздорных идей?» говорит Хирани Кашипу. Спрашивает Хирани Кашипу у учителей Шанды Амарки. И они говорят, «Мы не учили этого всему твоего сына». И тогда он обратился к сыну, «Откуда ты все это взял?» И Махарадж Прохлада, маленький мальчик, объясняет, что он взял это, то есть получить вот эту привязанность, интерес к сознанию Кришны, к служению Кришне, можно только «Осыпав себя пылью с лотосных стоп вайшнавов» и произносит этот стих. Давайте посмотрим на важный момент этого текста. Здесь, во-первых, объясняется, что человек получает благодаря общению с вайшнавами, какой результат. И первая вещь, то, что у человека развивается привязанность к служению Господу. Привязанность и анардха-пагамам. Анардха-пагамам означает «избавление от анардх». Знаете, вот все время мы говорим, вот анардхи меня замучили, вот я хотел бы как правильно поступать, но анардхи, нехорошие качества, мне не дают это делать. Так вот, анардха-пагамам означает, что уходят эти анардхи, очищаются сердце от всех этих вещей, которые держат нас здесь. И вторая вещь, это то, что у человека проявляется искренний интерес к служению Кришне. И на самом деле, вот эта привязанность, в основном счете, привязанность к отыскам стопам Господа или к служению к отыскам стопам Господа. Это означает, что человек влюбляется в Кришну. Вот обратите внимание, что когда человек влюбляется в этом мире или когда, не знаю, есть какой-то человек, становится фанатом кого-то, то тогда такому влюбленному, фанатичному человеку очень-очень все становится интересно, что связано с его объектом любви или объектом какой-то привязанности. Там каждая травинка, на, как сказать, которая у стоп этого человека, становится очень важной. Тот бургер, который он откусил, становится объектом поклонения. То есть, сколько морщинок у него на лбу, вот это уже становится очень важным. То есть, что он ест, куда он ездит, как он себя ведет, сколько, какие у него знаки на руках и на стопах, вот это все становится очень таким, важными деталями. И на самом деле, так происходит и в сознании Кришны. Мы недавно читали с преднами одну книгу, Шига Шиварам Махараджа, книгу «Напараяхам». И там очень подробно описаны какие-то лилы Господа с такими деталями. И вот эти детали, почему так детально, как деревья, что на них, где луна, что вокруг. Почему так детально? Потому что это пишут влюбленные люди, влюбленные и преданные. И вот признак чистой преданности в Шимадбагаве, там третья песня, как Господь копил адев, когда описывают разные виды преданности, разные в лунах природы. И признаком того, что человек получил вот эту настоящую веру, чистую веру в Кришну, ему становится интересно повествование о Господе. Ему интересны вот эти детали, вот эти истории, потому что там говорится, лить об этой личности. До этого момента эти истории, ну, если мы один раз их прочитали, то уже сюжет понятен, что там интересного, ну, второй раз это читать. Главное, что какие блага я получу. Если я блага получу, я готов еще раз прочитать. Но преданному, чистому преданному детали эти становятся очень интересными. Итак, привязанность к лотостым стопам Господу означает, что человек интересует, ему нравится служить. А почему нравится служить? Потому что он влюблен, потому что он видит удивительные качества Господа. Тут Господа называют урукрама, тот, у кого славен своими удивительными деяниями. То есть, чем удивительность его деяния? Не только в том, что, не знаю, тремя шагами перешагнул весь этот мир, двумя, кстати, двумя шагами, перешагнул этот мир. Это да, это поразительно, это удивительно. Но удивительность деяния Господа не в могуществе, даже не в размерах, а в том, почему он это делает. Что его мотив, в отличие от мотивов этих людей, обусловленных в этом мире, которым движут гунны природы, мотив Господа в том, что каждым своим шагом, каждым своим движением, каждым своим взглядом, каждой своей деталью, ну, как он одет, что он делает, все это действует, он только для того, чтобы увеличить привязанность своих преданных к самому себе, для того, чтобы дать им возможность проявить свою любовь к нему. То есть, чистый, трансцендентный мотив. Это то, что стоит за всеми удивительными деяниями Господа. Этим они и удивительны. Так вот, первая вещь, то, что у человека проявляется привязанность к Господу, он влюбляется, у него восхищение перед Господом. Соответственно, ему интересны детали, связанные с Кришной, ему нравятся ливы. Вторая вещь, он избавляется от всех материальных привязанностей. И это естественно, когда человек испытывает высший вкус, то зачем ему заниматься чем-то еще другим, зачем ему думать о чем-то другом. Анардхи уходят автоматически просто. И вот эти два результата приходят в тот момент, когда человек говорит этот стих, как говорит Прахада Махарадж, когда человек соприкасается с Махатмой. Махатма буквально переводится «большая атма», «большая душа». То есть, мы знаем размеры души, одна десятитысячная кончика волоса, она всегда остается по размерам такой, поэтому большая душа, она не то, что в размерах большая. Большая душа означает, что преданный Кришне, великая преданность есть у этой души. И особенность этой Махатмы в том, что нет, нишкинчина. Нишкинчина означает, человек не привязан ни к чему материальному. Буквально он не обладает никакой собственностью, никакой собственностью в этом мире. И мы никогда не обладаем ничем в этом мире, но из-за влияния ложного эго мы считаем себя владельцем вот этого микрофона, этой одежды, этого телефона, я не знаю, чего там, какого-то там положения своего, я владею этим, это мое. Это что это мое? Так вот, нишкинчина, это тот, кто ничем признает осознавшаяся душа, которая понимает, что я ничем не обладаю в этом мире, все принадлежит Кришне. То есть, нет никакого ложного эго. Вот, соприкасаясь с таким вот махатвой, который свободен от ложного эго, и естественно, он привязан к служению Кришне, человек может получить все эти блага, о которых мы говорили, только в том случае, если он осыпет себя пылью с его лотосных стоп. Вот что означает вот это утверждение, осыпать себя пылью с лотосных стоп вайшнава? Ну, как это? То есть, это механическая вещь, да? То есть, мы просто ходим с пакетиком и собираем пыль со стоп вайшнава. Или вместо бхагава, допустим, нам не читать бхагава, на программах в наших храмах оставить, я не знаю, большой сундук, большой ящик, просить кого-то из махараджи наступить туда, и после этого всем раздавать эту освещенную пыль. И, знаете, приходят люди в алтарную комнату, и всем сыпят на голову вот эта пыль со стоп вайшнава, и все хорошо. Несомненно, это работает. Несомненно, любое соприкосновение с предным, уж тем более с пылью, с лотосного стоп предного, это великое благо. Но тут речь идет больше о том почтении, которое я выражаю по отношению к вайшнавам. То есть посыпать пылью себя означает признать кого-то выше себя. Это означает, что я восхищаюсь тем, что есть у этого человека, я ценю то, что есть у этого человека, я преклоняюсь перед тем, что есть у этого человека. И вот с таким уважением, когда человек относится к вайшнаву, то тогда вот эта милость вайшнава, этого махатмы, нишкинчины, она начинает быстро переходить, перетекать в сердце того, кто вот так относится к вайшнаву. И я недавно слушал лекцию Бхакти Ригян Гасвами Махараджа. Он делал обзор 12 главы первой песни Шимадбхагаватам, где он рассказывал о квалификации Махараджа Парикшита, который услышал Шимадбхагаватам всего за 7 дней. И эти 7 дней были достаточны, что он полностью мог понять все то, что в Шимадбхагаватам говорится. То есть от Шукадева Гасвами это все знание перетекло к нему. У Шукадева Гасвами это знание осталось, все нормально. Но он поделился этим знанием, потому что Махараджа Парикшит обладал особыми качествами. Помимо того, что у него был этот разум, сильный разум, знаете, человек с сильным разумом способен просто слушая, ему не нужны никакие интерактивы или какие-то еще обсуждения, как сейчас это модно. Это хорошая вещь сейчас, потому что у нас нет такого разума, это полезная вещь, если это помогает, это надо использовать. Но Махарадж Парикшит был человеком сильного разума. И ему достаточно было слушать, но даже в этом нужна определенная квалификация, чтобы даже с таким разумом слушать, нужно обладать, первое, интересом к этой теме. То есть человеку должно быть интересно, а ему было интересно, ему нужно было оставлять это тело, и он понимал, это ему последний шанс, мне важно это услышать. Второй момент, человеку нужно быть почтительным, почтительным. Почтительным Шрадха означает почтение, уважение к тому, кто вещает. Потому что если человек не обладает этим уважением, даже если ему тема интересна, но он не доверяет человеку, который рассказывает, он все подвергает сомнению, он не может сосредоточиться, он не может извлечь блага на самом деле. Поэтому интерес, уважение и смирение. Третье качество смирения, это означает, что человек не считает, что вот я теперь буду слушать, и сейчас резко я должен все понять. Он понимает, что все это милость Господа, и я не могу претендовать, я не могу требовать, я не могу заставлять или возмущаться, говорить, почему так или вот так. Я смиренно жду этой милости, я рассчитываю на то, что Господь, видя мои старания, может пролить эту милость на меня. Вот эти три качества, также мы можем на них медитировать, когда мы общаемся с вайшнавами, общаемся, слушаем таких людей, слушаем духовного учителя и вайшнавов, которые духовного учителя представляют. Мы слушаем, если у нас есть интерес, хоть какой-то интерес, пусть для начала он такой небольшой, но есть этот интерес. Если мы с доверием к этому относимся и ведем себя смиренно, то тогда эффект от этого общения, эффект от этой пыли, которую мы получаем от вайшнава, будет больше. И на самом деле, чем больше мы слушаем, чем больше мы в правильном настроении находимся перед духовным учителем и вайшнавами, тем быстрее мы будем очищаться, и наша способность получать эту пыль будет также увеличиваться. Вот такой важный текст. Еще раз этот текст объясняет, это Проханна Махараш делится своим опытом того, как он обрел сознание Кришны, как он стал Махабхагаватой. Он объясняет, что вот эта привлекательность к сознанию Кришны и это отречение от всего материального приходит только, если человек посыпал свою голову пылью со слотесных стоп махат вайшнавов, которые не стремятся ни к чему материальному. И в этой связи я хотел рассказать несколько историй, потому что на самом деле любое соприкосновение с вайшнавом приносит благо, но эти истории, они не для того рассказываются, чтобы, знаете, сделать нас такими ленивыми и сказать, ну, знаете, я уже там посыпал пылью себе голову во Вриндаване на прикромной дороге, уже сколько там вайшнавов ходил, я посыпал. И поэтому уже все, я спасен. Или, ну, я буду ждать, пока какой-то вайшнав на меня не посмотрит. Нет, эти истории рассказаны не для того, чтобы мы стали ленивыми, а для того, чтобы у нас появилось больше уважения и больше стремления эту милость вайшнавов получить. Вот в чем идея. И вайшнава, как сказать, как милость вайшнава проявляется, тут два таких аспекта. Я перед тем, как рассказывать историю, еще немного скажу об этом. Милость вайшнава проявляется, первое, в том, что вайшнав, так как он сам Богу как личности похороняется, любит Кришну, то Господь в его присутствии проявляет все свои личностные качества. Я приводил уже этот пример, еще раз его повторю, когда просто стоит человек, то есть он может быть каким-то суровым, каким-то справедливым, на работе, просто человек на работе, он работает кем-то, вот он такой вот на работе. Но в присутствии своей супруги, своей жены он проявляет другие качества. То есть если он к ней хорошо относится, она к нему хорошо относится, то в его присутствии он уже, и она когда, в ее присутствии, когда она что-то делает, с кем-то общается, какой-то проявляет какой-то свой интерес к чему-то, то он проявляет другие качества. То есть новые качества проявляются в нем. Он более становится таким милостивым, более таким, я не знаю, как сказать, покладистым, или что-то, как-то это вот можно так объяснить. И вот точно так же, когда человек сам общается с Богом, ну, я не знаю, или не общается с Богом, то Господь присутствует в его сердце как беспристрастная параматма. Конечно же, параматма это экспансия Кришны, и Кришна мы знаем, личность, но так как никто в этом мире не хочет его видеть как личность, обусловленные души не хотят его видеть как личность, то параматма просто наблюдает и дозволяет. Но когда появляется Вайшнав, то Господь под влиянием Вайшнава, да, то есть, если мы сами, то как бы справедливость, да, вот как бы все, сколько сделал, столько получил. Но когда появляется Вайшнав, то Господь не может быть параматмой, Он не может быть беспристрастным свидетелем. Он начинает проявлять личностные качества, это значит качество милосердия, качество заботы, вовлеченности. И поэтому, когда Вайшнав, Вайшнава можно сравнить с такой лампой, знаете, лампа, настольная лампа, и все, что освещает это настольное, вот настольная лампа, да, вот это пространство, оно светлое, куда не добивает эта лампа, там темно. И точно так же, когда Вайшнав входит, то вот где его сознание присутствует, то Господь видит эту, это то, кто попадает в сферу вот этого видения, этого Вайшнава, Господь ко всему этому относится уже не как параматма, а как личность. Он уже, знаете, благословный взгляд свой бросает. Поэтому, когда преданный соприкасается с кем-то, то он призывает на этого человека милости, Кришне, потому что он же к нему как личность относится, поэтому Господь всегда рядом с ним как личность, и поэтому он смотрит уже не как судья вокруг, а смотрит уже как личность вокруг. Вайшнав побуждает его проявлять эти качества. Это один момент. И второй момент, то, что когда Вайшнав смотрит на другого преданного, на другого человека, смотрит глазами преданного, это означает, что он видит суть каждого, каждой души, на каждого человека, с кем он соприкасается, то он пробуждает в человеке, возвышает человека. Что значит возвышает? Не то, что он его поднимает как-то в воздух, имеется ввиду возвышает его сознание, то есть было сознание материалистичное, эгоистичное, но когда на тебя смотрят и видят в тебе не тело, а видят в тебя душу, и еще и связанную с Кришной, соответственно, он любит тебя как душу, это не просто как бы слова, он действительно так к тебе относится. То человеку, который соприкасается с таким Вайшнавом, он вспоминает, что я же действительно, я же хороший, я же слуга Кришны, мне нужно так вести себя. То есть Вайшнав еще раз делает две вещи. С одной стороны, он побуждает Господа по-особому относиться к той душе, с которой Вайшнав соприкасается, и с другой стороны, он побуждает эту душу, с кем он соприкасается, побуждает ее вспомнить что она связана с Кришной, что нужно оставить вот эти дурные какие-то вещи, это не твое, нужно быть слугой, и это здорово. Вот две такие вещи делает Вайшнав. Любое соприкосновение, оно так действует, но если еще раз, еще раз, если мы сознательно проявляем уважение к преданным, то этот эффект будет происходить быстрее. А история в этой связи, история, я сейчас нахожусь в Джаганадхапури, и вот мы перечитываем Шичитане Чиритамриту, недавно мы читали историю, как Шивананда Сен, Шивананда Сен по желанию Господа Читане совершал удивительное служение. Он каждый год устраивал, как сказать, паломничество преданных из Новодвипы в Джаганадхапури, и он собирал всех преданных там 200, 300, 400 человек, и его служение было в том, что он обеспечивал их всех пропитанием, когда они путешествовали, жильем, и платил за все переправы, за все какие-то налоговые пункты, которые они проходили, там было много государств, много разных каких-то мест, где нужно было платить, и вот все, он там работал год, вот я представил себе эту ситуацию, вот вы ходите на работу, кто-то из вас, я надеюсь, ходит на работу, и зачем вы работаете, то есть зачем, говорит, я хочу заработать денег, а зачем, ну вот чтобы жить, вот когда Шивананда Сэн зарабатывал деньги, его, знаете, у него такая мечта, он зарабатывает деньги, и зачем он, чтобы потом повести всех этих 400 вайшнавов, повести Господу Читании, вот такая у него была отрада в жизни, заработать денег, чтобы отвезти вайшнавов Господу Читании, и вот он работал, зарабатывал эти деньги, и отправлялся в паломничество, брал этих вайшнавов с собой, и он однажды, когда они шли, за ними увязалась собака, просто бездомная, жалкая, такая потрепанная, ну я вижу здесь этих собак, поэтому у меня образ сразу всплывает, они все такие, ну они отличаются от домашних собак, таких влощеных, таких смелых, вот они тут голодают, по ночам они грызутся друг с другом, там знаете, какие-то укусы у них на теле, раны, там вот такие жалкие вообще существа, вот эта собака похоже проголодалась просто, и она подошла как собаки это делают, вы там что-то купили, решили поесть, и на вас так смотрит собака с преданностью просто, смотрит на вас и так вот, ты мне так дорог, дорогой человек, я же предан тебе, говорит этот пес, а просто хочется поесть, ждет, что вот в какой-то момент вы его угостите, и вот эта собака без всякой задней мысли, просто хотелось какого-то прибежища, чтобы покормили, ну кто-то позаботился обо мне, и она увязалась за вайшнавами, но Шивананда Сэн как чистый преданный, не то, что чистый преданный фантазирует, нет, они видят душу, и любое проявление сознания человека, если оно как бы, если оно направлено к тому, или напоминает, или направлено к тому, чтобы стать ближе к Кришне, воспринимается вот таким святым человеком, как человек хочет преданность, он может даже сам этот человек не понимает, но на самом деле он делает какие-то правильные движения, движения к тому, чтобы прийти Господу, нечаянно он это делает, вот эта вот собака, она подходила ко всем, и тут она подошла к кришнавам, и он увидел это, Шивананда сын увидел это, он говорит, она хочет Господу читаний, собака хотела просто поесть, и тут кришнаит, может дадут чего, а он смотрит, она идет, она хочет с нами в джаганатхапури, она хочет получить даршин Господа читаний, а это же паломник, надо о нем позаботиться, это же мое служение духовному учителю, мне нужно позаботиться об этой собаке, собака, конечно, я позабочусь о тебе, пойдем с нами, он настолько воодушевился послужить этому вайшнаву, который еще даже не знал, что он вайшнав, что он даже оплачивал ее переезд, ну, на лодках, иногда нужно было переправляться на другой берег, и лодочники не хотели брать эту собаку, ну, они считали это ниже своего достоинства возить собак каких-то грязных, и ему пришлось платить отдельные деньги, даже, похоже, больше, чем за человека, чтобы эту собаку взяли на тот берег. Он кормил ее специально, похоже, собаки не едят специи, поэтому варили для нее рис, какую-то еду специальную, и вот так он заботился об этом паломнике, он не смотрел на нее, как на собаку, он смотрел на нее, как на паломника, и вот я уж не знаю, собака, ее сознание, ну, вы понимаете, собачье, никакого там разума, никакого возвышенности, никакого, ничего нет, просто дурная карма, хотел сказать, у человека, у собаки, но под таким, так как Шивананда Сен чистый предный, то он уделяет внимание этой собаке, и Господь, он просто не может не обратить внимания на эту собаку, то есть это же, ну, преданный за нее переживает, означает, это надо как-то вот помочь этой собаке, лично как-то вмешаться в ее жизнь, и как-то раз, Шивананда Сен, он был по делам, делами какими-то занят, и не уследил за тем, чтобы собаку накормили, он попросил своих слуг это сделать, но слуги забыли, и в итоге, когда он пришел, спросил, где накормили собаку, он говорит, нет, собака куда-то делается, и он, дайте, переживал всю ночь, там, несколько человек, может, 10 человек, они искали эту собаку, всю ночь не могли найти, он очень расстроился, что вот он не смог свое служение выполнить правильно, и ну, уже что сделать, нет собаки, нет, он стал как-то извиняться, молиться Господу, и когда они пришли в Жаганадхакури, Господу Читане, первого, кого он увидел, эту собаку, то есть Господь Читане, по его милости, на самом деле, по его милости, он по-особому стал относиться к этой собаке, и приблизил эту собаку к себе настолько, что он лично бросал этой собаке Махапрасат, он ел кокосовый орех, и кусочки мякоти этого кокосового ореха, а он бросал собаке, та ловила, ела, и говорила, Харе Кришна, и когда Шиванадхасан увидел это, знаете, не было такого, что, ну, по моей милости, этот пес получил даршин Господу Читане, нет, он думал о том, какой великий Вайшнам, я не могу получать Махапрасат от Господа Читане вот таким образом, а она получает, это великий Вайшнам, и он в Дандавате распростерся перед этой собакой, стал просить прощения, стал возносить молитвы этой собаке, вот такой Вайшнам. И чем особенная эта собака? Да ничем, она просто собака, но по милости Шиванадхасана, она получила даршин Господа Читане, милость Господа Читане. И другую историю, еще одну историю расскажу, она мне тоже очень нравится, она случилась в тот момент, когда Господь Читане путешествовал по Южной Индии и проповедовал сознание Кришны, он пришел в одно место и увидел такую сцену один несчастный стиральщик одежды, хобби. Знаете, вот раньше не было стиральных машинок и люди стирали вручную и были люди, у которых это была работа, они работали стиральными машинками. Очень простая работа, не так уж много денег, вообще мало денег за это давали. И этот стиральщик, он был полугощен этой работой и он был беден, ему нужно было содержать свою семью и настолько он был занят, настолько он не мог отвлечься от этой работы, что даже когда приходило время обеда, жена приносила ему еду прямо на работу и кормила его сама, чтобы он не переставал, не отвлекался от работы. То есть настолько он был бедным и поглощенным своей работой человек. Ему нужно было просто выживать. И он всячески избегал всяких этих саньяси, садху, потому что с этим садху, когда встретишься, ему все время нужно что-то давать. Знаете, вот в Индии вы обходите, кто-то подходит и хочет вам телуку поставить. Вы понимаете, потом нужно что-то давать, не надо мне. Или какой-то цветочек вам предлагают. И знаете, если возьмете цветочек, то он потом скажет, ну что-то дай мне. И если у вас нет денег, и вы не склонны к благотворительности, то естественно вы будете этого избегать. Только он был полностью не склонен к благотворительности. Он воспринимал всех этих садху как просто бездельников, лентяев, которые не хотят работать. И он никакого уважения к ним не был. И тут приходит какой-то человек, он смотрит на одежды саньяси. Он даже не посмотрел на господочитание, он не поднимал глаза, чтобы, знаете, не привлечь внимания, что он какой-то контакт возник. Подошел и говорит, скажи хари. И он думает, сейчас скажешь это хари, он попросит тебя 10 рублей. Говорит, мне некогда, я работаю, мне надо выживать, у меня семья, ты понимаешь, вот некогда. Господочитание ему говорит, я ничего от тебя не хочу, просто скажи хари. Просто так. Он говорит, пока я буду повторять твои имена, то кто будет стирать вместо меня? И чтобы отделаться от господочитания, он решил, ну, знаете, провокация такая. Вот если ты будешь стирать вместо меня, я тогда и буду повторять то, что ты меня просишь. И это, знаете, ну, то есть, саньяси и браманы не стирают одежду, вот как делают это стиральщики. Ну, сами, то есть, они не работают, то есть, не работают стиральщиками. Не положено это делать. Это потеря своего положения. И он, как бы, намекая, вот, ну, давай, как бы, вот это делай, тогда я буду делать то, что ты меня просишь. Надежда, что он сейчас от него отстанет. Но не тут-то было. Господь читает, говорит, конечно же, давай, я буду стирать, лишь бы ты повторял, Харе Кришна, повтори, Харе. Ему стало стыдно этому красильщику, этому стиральщику, и он сказал, Харе, скажи еще раз, Харе, Харе. Но под влиянием Господа читания этому человеку, влиянием, то есть, то, как относился к нему Господа читания, то, с какой верой он обращался к Господу, как он относился к святым именам, все это сознание передалось этому красильщику, этому стиральщику, и этот стиральщик, сам того, не понимая, проникся уважением к этому, и стал повторять святые имена, и так как там было правильное сознание по милости Господа читания, то он почувствовал счастье от этого повторения, и в какой-то момент это счастье настолько накрыло его, что он спустился в пляс, он стал петь святые имена Господа, и когда пришла его, жена принесла этот рис, чтобы накормить его, и чтобы он не терял время, работал больше, она увидела, как он танцует, и знаете, она с такой издевкой сказала, так я не знала, что ты у меня ищу и танцов, типа, а что ты не работаешь, ты чем занимаешься здесь, но когда она увидела его глаза, она поняла, что там никого нет, что он где-то в другом мире просто находится, она испугалась, она закричала, люди, мой муж сошел с ума, какие-то духи, духи вселились, вселились в него, набежала толпа сочувствием, смотрели на этого человека, он танцует, хари, хари, Госпочитания сидит, улыбается, смотрит на все это, и в какой-то момент какой-то человек подошел и решил остановить этого стиральщика, но когда он коснулся его, он почувствовал невероятное счастье, он присоединился к этому киртану, и вскоре вся эта толпа в экстазе танцевала в киртане по милости по милости Господа Читании, Господь Читании, улыбаясь, смотрел на все это, счастливый, что получилось послужить этим живым существам и пошел в следующую деревню. Таким образом, два этих момента происходят, когда человек соприкасается с Вайшнавами, то есть, с одной стороны, Кришна по-особому начинает к этому человеку относиться, потому что в присутствии преданного Кришна проявляет свои личностные качества. И с другой стороны, сам человек под влиянием вот этой преданности Вайшнава в нем тоже начинает пробуждаться, пробуждаться эта преданность, он начинает вести себя по-другому, он начинает возвышаться, его сознание начинает возвышаться. И еще раз эти истории я рассказываю не для того, чтобы мы теперь стали ленивыми и сказали, ну вот, когда Вайшнавы придут, они меня спасут, Вайшнавы уже есть в нашей жизни, есть духовный учитель, есть наши старшие, есть наши равные, но если мы больше уважения будем проявлять к ним, если мы больше будем ценить то, чем они делятся с нами, то эффект, это как раз и есть получить пыль с ростом, то эффект этой пыли будет во много, во много раз больше, и наша способность принимать эту пыль, она тоже будет увеличиваться, и в конце концов, благодаря тому, что мы осыпаем свою голову этой пылью, придет те две вещи, о которых говорит Прохада Махараш в этом тексте, что уйдут все анардхи, анардха пагомам, уйдут, очистится сердце от этих материальных привязанностей, и вторая вещь, человеку становится очень интересно служить Кришне, привлекательные, эти деяния Кришны, этого урукрамы, удивительные деяния Кришны становятся привлекательными для такого человека.